Стандарты выполнения берпи. В исходном положении атлет стоит полностью распрямившись. Далее необходимо лечь на пол, полностью коснувшись грудью и бедрами пола, подняться и выполнить прыжок с двух ног на другую сторону относительно штанги. Повтор засчитывается, когда атлет перепрыгивает штангу на другую сторону. При этом положение лежа на полу может выполняться любым способом, падая вниз или выполняя это более медленно. Так или иначе, внизу грудь обязательно должна коснуться пола и наверху выполнять прыжок с двух ног. Не засчитываются повторения, при которых в нижней точке движения грудь не касается пола. Не засчитываются движения, при которых прыжок выполняется не с двух ног. Не засчитываются движения, при которых прыжок в принципе не выполняется. Снимаем. Махи гири. Стандарты выполнения. В стартовой позиции гиря находится в руках и и далее выполняется подъем вверх до положения, когда гиря удерживается в полностью распрямленных руках при выпрямлении в локтях, плечах, тазу и коленях. При этом ядро гири направлено вверх. Допускается подъем осуществлять протяжкой. Не засчитываются повторения, при которых в верхней позиции руки остаются выведенными вперед относительно фронтальной плоскости. То есть в плечах есть определенный угол. Не засчитываются повторения, при которых руки в локтях остаются согнутыми в верхней точке. Не засчитываются повторения, при которых ядро гири в верхней позиции не смотрит в потолок. Не засчитываются повторения, при которых в верхней позиции таз или колени остаются согнутыми. Прыжки на тумбу. Прыжки выполняются с двух ног до положения, стоя на тумбе, при полном распрямлении в тазу и в коленях. После этого следует спуск вниз. Выполняется либо сшагиванием, либо спрыгиванием. Не засчитываются повторения, при которых прыжок выполняется не с двух ног. Не засчитываются повторения, при которых в верхней точке таз остается согнутым. Не засчитываются повторения, при которых в верхней точке колени остаются согнутыми. Подъем на грудь из груди над головой В стартовой позиции штанга лежит на полу В конечной позиции штанга фиксируется над головой на полностью распрямленных руках и ногах Допустимые варианты выполнения На грудь штанга может подниматься протяжкой Может подниматься в стойку Может подниматься в сет С плеч над головой Может выполняться жим Жимовой швунг Толчковый швунг И толчок в ножницы Так или иначе подъем над головой засчитывается, когда ноги находятся на одной линии И руки и ноги полностью распрямлены Вниз штанга может сбрасываться Либо опускаться, сопровождаться любым удобным способом Не засчитываются повторения При которых штанга не касается груди То есть не засчитывается подъем непрерывным движением над головой Не засчитываются движения, при которых над головой нет фиксации Либо руки находятся спереди от фронтальной плоскости Либо ноги остаются согнутыми Либо руки остаются согнутыми в локтях Также не засчитывается движение, при котором при спуске штанги Выполняется отбив штанги от пола Выходы силы на кольцах Выполняются из исходного положения при висе на кольцах Руки распрямлены Конечная фаза движения при распрямленных в локтях руках Выходы допускаются при стиле киппинг В строгом стиле Стандартные движения те же Не допускаются повторы При которых локти не распрямляются в положении вверху И повторы, при которых локти остаются согнутыми при опускании в вис вниз Также не допускаются повторения, при которых при махе ноги поднимаются выше уровня колец Приседания со штангой на груди В стартовой позиции штанга лежит на полу С пола на грудь она поднимается любым способом Протяжкой В стойку Или в сет В случае, если штанга поднимается в сет Подъем из этого положения является первым повторением приседания Дальше выполняется, собственно, приседание Внизу таз должен оказаться ниже колен В верхней точке таз и колени должны быть полностью распрямлены Не засчитываются повторения, при которых внизу таз не опускается ниже колен Не засчитываются повторения, при которых в верхней точке нет полного распрямления в тазу Или в коленях Продолжение следует...